Не меняется, но мы продолжаем заниматься любимым делом, а то и смотреть футбол в исполнении команд Академии Московского Динамо против сверстников из ЦСКА. Настала очередь выяснить, кто же сильнее Динамцам 2004 года рождения и армейцам того же года рождения. Играем в Новогорске, играем дома, но будет тяжело, несмотря на достаточно убедительную победу в первом круге. О той героической крупной победе Павла Алексеевича Алпадова над сегодняшним визави мы будем говорить не раз в течение сегодняшнего репортажа, уж слишком яркий тот матч выдался. А сейчас, друзья, от стартового состава играющих сегодня команд, в то время как сами команды меняются половины. Состав Динамо. Голкипер Денис Давыдов, 16 номер, полевые футболисты Ульвий Бабаев, 7-й Станислав Бессмертный, 4-й Олег Донсков, 10-й капитан команды Леонс. Зайдензаль, 3-й Максим Иванов, 8-й, Артур Касавов, 5-й, Семен Локтионов, 18-й, Родион Подгузов, 20-й, Михаил Рухмаков, 19-й и Илья Ткаченко, 14-й номер. Павел Алексеевич Алпатов, главный тренер Динамо, 2004. Составы наших соперников, футболистов ССК, которые сегодня играют не в красно-синим, как армейцы 2006 года рождения, а в красно-сине-белом. Вот такое интересное сочетание шорты футболок у футболистов ССК 2004. И в состав 1-й, Светков, галкипер, 1-й номер, полевые футболисты Тимур Осаян, 5-й, Ярослав Доля, 11-й, Алексей Дорошенко, 9-й, Андрей Коньков, 2-й, Михаил Хривенко, 6-й, Номер Артур Кусков, 7-й, Матрил Лукин, 3-й, капитан команды Денис Першин, 4-й, Макар Пестов, 10-й, Егор Шевелев, 8-й номер. Максим Эдуардович Боков, главный тренер футболистов ССК 2004 года рождения. Начали команды с центра поля. Мяч прямо сейчас находится на половине армейской и будет Рухмаков бросать тот из-за боковой линии. Отошел практически центральной линией и отсюда будет направлять свой взор. Бросает на Подгузово. Подгузов вышел на замену в первую в этом сезоне в составе Динамо 2004. Первого состава поединки против Спартака 2. Ту игру сегодня постараемся вспоминать поменьше. Если говорить персонально об этом игроке, то для него этот матч стал второй в этом сезоне вообще за Динамо 2004. До этого сыпал он преимущественно за второе отделение этого же года рождения. Не бывает. Его ускорение и передача на Донскова и сразу же пытаются в контроль действовать Динамо. Подключаются к атаке Локсионов. Также не забывают пойти вперед Рухмаков, Локсионов. Технично играют Динамо. Пас на Донскова. Тот оставляет мяч Подгузово. Но здесь то самое не понимание друг друга, когда в команде недолго играешь. Донсков капитан, Донсков в этой команде лидеры. Достаточно давно Подгузов, повторюсь, всего лишь второй матч играет. Поэтому возможны вот такие вот мелкие недочеты. Все-таки стоит сказать о последней игре. Подопечный Павла Алексеевича Алпатова. Проигрыш футболистам из Спартака 2. Причем уже второй в этом сезоне. Опасный момент возникает. Тем временем у ворот Дениса Давыдова и откровенно говоря прощают армейцы нашего вратаря вместе же с нашей командой. Дыра организовалась в центре обороны. Мы не сориентировали за Дензаль вместе со Станиславом Бессмертным. Кто должен занимать позицию в центре? Вернее, извиняюсь, не Станиславом Бессмертным, а Каченко, который уже вот вторую игру подряд выступает на позицию центрального защитника. Рухмаков играет на фланге. А Касабов, которого сначала Алпатов пробовал на позицию центрального защитника, переместился. Также уже второй матч подряд выступает в опорной зоне. Вот такие вот дела. Изменения грядут. Смечается Фанка Каченко, но все-таки страхуем-то он в зону Рухмакова. И пройден наш новоиспеченный центральный. Отскок в пользу Бабаева должен произойти, но не успевает. Седьмой номер к мячу на подхвате армейцы. И в одно касание выполняет передачу Тимура Саян. Страфную площадь низом. Может быть стоило в той ситуации на весь. Отбили с Динаунсом и будет возможность у Бабаева разбежаться. Он умеет на скорости проходить. И не разом демонстрировал эти свои навыки. В частности, в поединке против ЦСКА первого круга. И та встреча, в отличие от прошлого матча для Динаунсов, наоборот, завершилась яркой и уверенной победой со счетом 5-1. И единственной победой нашей Академии над Академией ЦСКА в первом круге. Что радовать не может, но тот матч в отдельности, конечно же, может. Будем надеяться, что похожее мы увидим и сегодня. Тем более Динаунс играет дома. И тем более именно сейчас нужно доказывать свои притязания на высокие места после поражения от Спартака 2 на стадионе имени НЭК. Сперед мяч, бессмертный, вместившийся в центр. И освобождается здесь зона. Ткаченко ее страхует, но получает футболист ЦСКА мяч штрафной. И разгуливает так, как будто ему и никто не мешает. Артур Кусков сыграл на ближнего. Активный футболист ЦСКА на первых минутах. Но вот это шанс для динамовской стороны проводить контратаки. Нет Шульженко, который неплохой мяч забил в игре первого круга. Но есть подгузов. Посмотрим, как заметят его. На позиции центрального нападающего. Но, может, и саму Льви Бабае будет частенько на позиции ЦФ появляться. Наверное, динамовцы 2004 года рождения – это единственная команда среди зачетных возрастов, в которых нет такого ярко выраженного центра форума. В 2006-м – это Ковардаев, в 2005-м – это Артем Крыловский, в 2003-м – это Ярослав Гладышев. А вот в 2004-м – Коликова пробовали на этой позиции. Кананыкин выходил, Рупадеров. Бывало выступал Бабаев и так далее. Подписку, прострел, подгузов, падение! Встает подгузов! Но ни он, ни Локтионов, ни кто-либо еще пробить так и не сумели. Отбор на чужой половине поля. Разыгрывает этот мяч динамовцы. Выход один на один. Удар по своим воротам, но уже было зафиксировано в положении вне игры. А так мог возникнуть и первый автогон. Но Локтионов, который открывался как раз под последней передачей в этой атаке, по мнению бокового рэфери, оказался за линии остальных в момент передачи. Вот и динамовцы огрызнулись, что называется, и продолжают атаковать. Иванов пошел вперед, свою зону освободил, но без риска в эту игру под названием футбол выиграть невозможно. Поэтому есть небольшая свобода в этой атаке у ЦСКА. Такая подача следует на дальний угол воротарской. Здесь уже также фиксируется арбитром в положении в дне игры. Обменялись своими довольно-таки острыми, но без должного продолжения атаками. Хозяева и гости. И все начинается сначала. Снимая минута, в отличие от игры, которую мы наблюдали до исполнения динамо и ЦСКА 2006-х годов рождения, этот матч будет чуть дольше. Каждый тайм по 35 минут. Это информация для тех, кто, может быть, этого еще не знает. Контратака московских армейцев. Макар Пестов полез на двоих зачем-то. Ну, Касабов тебя уже зарекомендовал как достаточно хороший опорный полузащитник. Иванов. С того, что появился Касабов, у Иванова больше действий впереди. Возможности, вернее, для действий впереди появились. Подгузов смещался в центр. Да, друзья, все-таки на первых минутах центрального нападающего исполняет не Подгузов, а Ульви Бабай. Хотя частенько оказывается и на правом фланге. Ближним от нас. От нашей камеры. Всем интереснее будет за ним следить. Касабов. Кухмаков. Задензаль. Перехват неприятный. Армейцев здесь не очень много. И всего 4 динавовца. Перед игроком с мячом. Сейчас они уже все вернулись. Но продолжает свое шествие в штрафную. Егор Шевелев. И зарабатывает тот угловой ворот Дениса Давыдова. Который будет подавать Макар Песта. Десятка армейцев. Вокруг которого, судя по первым минутам, и строится игра позиционная. Сыскаваталь. Олег, Олег, спина! Зрителей уже не так много. Как во время предыдущего матча. Но ребята все-таки постарше. И готовы уже без поддержки справляться. Подача Песта в штрафную. Давыдов. Грамотно играет. На выходе забирает. Довольно-таки легкий для него мяч. Иванов. Его длинная передача на Задензале. И посмотрите, центральный защитник снова свою позицию оставляет. И как только понимает, что уже до мяча не доберется, мгновенно возвращается назад. Один из своих мячей. Точнее, единственный мяч. В этом сезоне Задензаль завел. Новогорский. Было это две недели назад. Поединки против ФШМ. Прибежал во время контратаки вперед. Решил попробовать сейчас. Не прошло. Это у него Бабаев. Оказался теперь уже на левом фланге. Видели мы Бабаева везде. Причем прошло только 9 минут. А он уже отличился и в центре, и слева, и справа. Перехват. Иванов. Касавов. Задензаль. Не поменялись просто местами с Латионовым. Теперь 18 номер рядом. Ему может быть даже удобней. С рабочей левой ноги сейчас от центра отсюда пробивать. Подгузов нет, не сумел он опередить. Дениса Першина. Спокойно покатай. Абсолютно спокойно отыграл на Вадима Цветкова. Финаловцы не прекращают свой прессинг. Подгузов все-таки норовеет. Добрать мяч уже в чужой штрафной. А в атаке ЦСКА Донсков хорош на перехвате, но арбит решает, что элемент фола присутствовал. Поэтому дает свисток и зарабатывают первоопасность штрафной. Гости. Совсем недалеко установлен мяч от площадки. Штрафной Дениса Давыдова. Поэтому и стенку, наверное, придется выстроить. Череват удар поворотом. Нет, следует подача. Причем без виска разыграли армейцы. Удар поворотом угловой. А за Дензаля. Мяч уходит за лицевую линию. Подавали футболисты ЦСКА справа. Теперь нужно попробовать слева. На сегодня раз это делает Артур Кусков. Ну и Денис Давыдов. По праву вратаря, по праву самого старшего в своей штрафной площадке. Руководит защитниками. Ждет этой подачи от Кускова на дальнюю штангу. Но этот мяч перелетает абсолютно всю квоту футболистов, собравшуюся в штрафной Дениса Давыдова. 11 минут позади. Без супер опасных моментов пока что игра проходит. И очень сложно сказать, кто же именно преимущественно владеет. Пока что непонятно. Бабаев падение. И желтая карточка под номером 1 будет предоставлена любезным арбитром. 6-го номера ЦСКА Михаил Кривенко. Именно он ее получает. Ну и времени на споры того не остается. Нужно возвращаться в оборону. Из-за этого розыгрыша от динамовцев мяча. Который начнется с паса Ткаченко. Сейчас выдвинулся Егор Шевелев. В район центрального круга. А все остальные за линией мяча. Атаку динамовцев встречают. И зарабатывают армейцы Ау в свою пользу. Бросают за боковой. Здесь динамовцы поджимают. Но вот через пас снизом не всегда удается выйти. За вороны грамотно под Гузов. Это не угловой, но это Ау. Практически угловой. Рядом с Ложком будут вводить мяч в игру динамовцы. Бессмертный. Теонов. За мяч не зацепился. Бессмертный. За Дензаль. Полез вперед и не прогадал. Где динамовцев, дай боже. За Дензаль. Это пас или удар был. Отворот. Только отворот. Хотя. Возможно. Было не так сложно сделать точную передачу за Дензаль. Но он игрок более-менее оборонительного плана. Хоть вперед любит ходить. Касабов. Разворот. Передача на Ткаченко. Бабаев. Слева есть Иванов. Но Бабаев тачит мяч сам и бьет поворотом. С правой ноги. Касабов. Иванов. Обратно на Касабова. Это стенка, но без должного продолжения. Для атаки. Качека. И вот есть в центре. Свобода для атаки СССР. Но не пользуется и не пользуется Михаил Кривенко. Так же как напрасно эта длинная передача в исполнении уже Динамо. Строфутболиста. Борьба за преимущество. Именно то. Чем мы и наблюдаем, что мы смотрим. В основном проходит она в центре поля, поэтому без большого количества опасных моментов. Игра проходит. Борьба за инициативу ни больше ни меньше. Заидынзай. Давыдов. Касабов. Каченко. Расформировался. Крайний атакующий защитник. Не зря я сказал атакующий. Первый гол за Динамо 2.4 забил именно Каченко. Стал вдруг центральным. Так оно выходит, что все три центральных защитника в составе Павла Алисеевича Алпатова за отвечицу успели. Это и Ткаченко, это и Зе Динзаль, и Горбачев, который после трансформации Ткаченко свое место в составе, судя по всему, потерял. Надолго ли? Это только будущее скажет. Матвей Лукин. Тут удача на Вадима Цветкова. Рядом много динамоцев. Готовы они поджать, мяч отобрать. Получилось сделать это у Касабова. Заброс в сторону Бабаева. Тот штрафной перевод локтенов. Удар в одно касание, но это с правой. Было? Он все-таки левша. И после каждого удара с правой он лишь напоминает нам об этом. Лукин. Пистов. Разыграл здесь мяч плеймейкер ЦСКА и побежал вперед. Передача последовала на фланг противоположный. Здесь справился с навесом Рухмаков Михаил. У нас практически уже середина первого тайма. Позвали. Без моментов. В матче Динамо ЦСКА 2004. Динамо ЦСКА и разрешает разыграть. Этот мяч сразу же судья встречен. Но боковой рэпери, обратите свое внимание, обратил и главный судья. Фиксирует положение вне игры. Ну, судя по реакциям, судейского состава, никаких сомнений в этом. Вне игры у них нет. Бессмертный. Какой подкат? И выигрывает мяч Динамо Цио. Ох, как негоже мяч обработал Семен Локтионов. А могло получиться аппарат. Телеко не все после стандартного положения игроки ЦСКА успели вернуться назад. Так вот, судья сегодня дает без виска исполнять стандарты, причем с любых позиций. Возможно, тоже хочет, чтобы игра стала побыстрее, что ли. Поэнергичней. Ведь именно этих двух компонентов, кажется, не хватает сегодняшнего матча. Вот к этой минуте. Лукин. Кухмаков. Перехват. Касабов. Почему же сразу не отдал на Бабаева? Решил так. Через левую бровку, через Семен Локтионова. Циванов. Подгузов. Скидка. Бабаев. Ну, не успеет он на эту скидку, уж слишком она была неточной. Контр-атака московского ЦСКА. Бессмертный не успевает здесь за Артуром Кусковым, но успевает закрыть ему зону. Такое, что употребляет для Тимура. А я на подаче. Крайнего защитника Дениса Давыдов долго-долго смотрел на этот летящий. С к нему мяч все-таки забрал в последний момент. Сандензаль. Бессмертный. Донсков. Касабов. Ну, уже здесь-то перехвати. Но нет. Сандартный мяч отскакивает. Футболисту в красный-синий-бел. Сегодня именно такая цветовая необычная гамма. Футболист от ЦСКА. Удар поворотом. Дальний угол наносит игрок под номером 9. Алексей Дорошенко. Для него это первый выстрел в сегодняшнем матче. Что касается ударов у ворот Цветкова, то вообще не могу, я припомню, таковых. Так что, отдыхай. Вратарь ЦСКА. Изредка может поправлять свою изящную прическу. Скаченко. Уграво здесь поставил корпус. Андрей! Заработал аут. Для команды Динамо. Ну, вот что-то похожее есть в этих первых двадцати минут на матч против Спартака 2. А там, конечно же, соперник большими силами закрывался. Свобода была меньше у Динамовцев. Но, что касается какой-то, знаете ли, пассивности, в решающий момент, продемонстрирую, в футболе Динамо 2004, что-то схожее есть с той игрой. Сделали ли выводы? Два одного! Эти ребята после поражения на стадионе Спартака. Подача! И был близок в голову Алексея Дорошенко. Хорошая подача. С левого фланга получилась у пятого номера ЦСКА Тимура Асаяна. Того забыли на фланге. По крайней значению паркрался и выполнил пас, который немного, но перелетел. Дорошенко и других футболистов в штрафной площади. Ленензарь. Хаченко. Касава. Рухмаков. Актионов. Снова Рухмаков. Пока что непонятно, кому мяч достанется. Вот только сейчас армейцы фол зарабатывают. Интересно, так же ли попытаются побыстрее мяч разыграть. Видим, что прибавили. Футболисты ЦСКА по сравнению с игрой первого круга в организованность. Особенно это касается игры в обороне. Готовят свою подачу. Или Макар Пестов, или Артур Кусков. Кто-то из них. Кусков пробегает Пестов. Прострелит пас. Опасно Давыдов. Обивает перед собой. Мяч просто отскочил перед нашим вратарем. И нужно было среагировать хоть как-то. Он хоть как-то и среагировал. Большой красавец Денис Давыдов. Атака ЦСКА. Продолжается удар ближний. Снова Денис Давыдов. Не позволяет пока что пропустить Динамовскую Академию первым мяч в сегодняшнем игровом дне. Именно вратарь Динамо 2004. Подсели бело-голубые. Еще один угловой заработали. Армейцы. Точно уже Макар Пестов. Всполнитель любого, наверное, рода стандартов в составе ЦСКА. Будет подавать справа в фланг. Угловых много у ворот Давыдова. Пока же справляется. Бабаев. Подбор за армейцами. Но во всаде оказывается Алексей Дорошче. Ну и после такого нервного отрезка для всей Динамовской стороны пользуется небольшой паузой Павел Алексеевич. Алпатов указывает на все возможные недочеты своим футболистам. Но Касавов приводит момент на ровном месте. Отбились. Бессмертный. Парископ играет около своей штрафной площади. Пример Касавовым не учит такое ощущение. Секундной давности Бабаев. Такая же ситуация. Касков жестко ставит ногу. И рождается это контратака Динамо. Но Цветков ждал передачи в сторону Подгузова, поэтому уже был готов сыграть на перехвате. Все читают армейцы. Хорошо играет в ССК. Что нельзя сказать про нашу команду прямо сейчас, к сожалению. Соя, Соя, пошел. Опа, я остановился. Зачем? Не надо думать. Зай, у тебя уже есть. Ты должен его сразу накрыть. Понял? Чтобы он не ушел ни в центр, ни подумать. Теперь уже и Подгузов и Бабаев. Они здесь. Еще раз. Своей половине поля отбиваются. Подача с правого фланга. Армейцев меньше, но тем не менее удар наносят. Кусков. На месте Денис Давыдов. Пока что лучший игрок в составе Динамовцев именно Галки. И это не всегда хорошо. Но и не всегда плохо. Флактюна. Пах на Подгузовом. Ну и с кем спокойно справляется капитал команды ЦСКА. Матвей Луки. Ну и передача у Луктионова не самая хорошая вышла. Цветков. На манном движении поймал сразу нету. Болит на Динамо. Все подумали, что вот последует пас налево. А последовал направо. На Лукина. Вот обратно на Цветкова. Сейчас мяч получает другой центральный защитник ЦСКА. Здесь уже Динамовцы готовы и поджать. Немоопорной зоны проносится вихрем. Это атака футболистов ЦСКА. С левого фланга подача от Кускова. Безупречен на перехвате в очередной раз. С подкузов. Немного не вошел. Причине 20 номер. И возможно Павел Васильевич Алпатов уже начинает задумываться о первом изменении. Представим. С подкузов если мяч получает, то сразу же его теряет. И в такие моменты кажется, что футболист перегорел. Но опять же каких-то громких выводов, наверное, не стоит делать. А вот еще Ивай забьет. Прессингует именно подкуз от голкибера. И тот далеко-далеко на трибуны выбивает мяч. А вот польза Динамо. Но вот возможность немного мяч подержать на чужой половине. Паузу таким образом выдержать. Эта ситуация не в пользу. Хозяев поля складывается в последние минуты. Счет пока что не катастрофичен. Он 0-0 и ни одного гола. Кстати, мы уже практически за полтора тайма сегодня и не увидели. Сухой день. Несмотря на то, что дождь уже прошел. Зидензай. Каченко. Рухмаков. А вот тут Динамо. Внимательный перевод. Понял, да? Подгудов. Обстановил мяч для Локтилонова. Но тот первым же касанием, почему-то очень далеко от себя этот самый мяч отпустил. Бессмертный в касание на Бабаева. Здесь рождается уже и скорость. Ну, когда улюбит с мячом. Подача на. Другую сторону штрафной площади. И подача крайне неудачна. Ну, Бабаев хорош, наверное, больше в завершении, нежели в искусстве подавать. Иванов. Этот удар должен был быть накрыт. Бабаев остается. Ну, Бабаев понимал, что, скорее всего, бить ему не с руки. А вот еще и желтую получит. Задензаль. Один лишь свое. Уверенным взглядом повалил соперника. Леон Задензаль, а вот пользу Бабаева. Но это не позволяет. Футболиста Динамо на скорости атаку провести. Поэтому своих подопечных хвалят наставник армейства. Бабаев оставил мяч в поле. Оставил мяч в поле бессмертный, но для футболиста гостей. Окей. Нельзя сказать, что Динамо сегодня по хозяйке себя ведут. Студин не октябрь. Что-то такое прослеживалось. И носа вдоль. По снизам. Михаил Кривенко. И удар по воротам. Наносит Макар Пестов. И это было красиво. Попади еще мяч в творворот. Возможно, Денис Давыдов контролировал ситуацию. Но кажется, что скорее нет. Повезло Динамцам, что мяч пролетел мимо. Владений и галкипера. Кассабов. Каченко. Ну вот первые удары и за пределы штрафной площади. Мы с вами увидели. Динамцев такой был один в исполнении Иванова. Но тут же заблокировали защиту. Таковым ударом даже. Что назвать сложно. Локсионов успел. И выбил за боковую. Пять минут. С небольшим остается у нас до перерыва. 0-0. Динамовцы побольше своей части держат оборону. Ну, примерно такую же картину мы наблюдали во втором тайме поединка Динамо 2006 и ЦСКА 2006. До встречи. Голы не подарила. Задензаль. Вперед бросает мяч на Бабаева. Бабаев в своей изюгленной манере практически оторвался от оппонента. Иванов не подстраховала. Атаки футболисты армейского коллектива. Лукин ускоряется и натыкается на Донсков. Еще один перехват на чужой половине поля. Вот таких вот перехватов, конечно же, футболистам Динамо нужно позволять сопернику совершать поменьше. Это приводит к тому, что ЦСКА несколько подряд минут не вылезает с чужой половины. Не позволяет Динамовцев даже контр-атаковать. Не то, чтобы владеть преимуществом территориально. Иди, иди, иди! Бессмертный. Динамовцы. Иванов. Динамовец. Каченко. Динамовцы были той командой, которая провели свой матч. Предыдущий домашний против ФШМ. Очень хорошо. Единственный, кто разгромил соперника. Ну а потом... Какое-то непонятное стечение обстоятельств, или может быть. Помутнение, случившиеся второй раз в сезоне поединки против Спартака 2. Подопечными Павла Алексеевича Алпатова и проигрыш. Динамовцы точно не сильнее своих оппонентов в первом тайме. Бессмертный. Бабаев. Динамовцы. 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 Так, не просто искать первого круга. Неплохо проявляет себя я сегодня… Латаева и Динаунцы на чужой половине поля провели, но сначала нужно мяч сюда перевести. Хорошо, умничка! Ткаченко. Снова Ткаченко. Динаунцы с мячом эту часть матча проводят, но не на чужой половине поля, к сожалению. Вот только последовала длинная передача вперед, сразу перехват, но здесь уже перехват ответный. Иванов, пас на Бабаева, захотел сначала между двумя защитниками мяч протолкнуть, потом передумал, в итоге получил защиту. От Иванова мяч уходит и прилетает прямо в тринейский штаб гостей. Может, отомстят своих более старших товарищей, гостям. Пока что не забившие, ровным счетом как одинаковые. Ай, кто там? Рокмаков. Пас вперед. Кто здесь будет первым на мяче, это очень важно. Донсков выиграл мяч для Подгузова, но он тут снова борьбу проигрывает. Иванов, Бабаев. Ура! 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 Право есть Бессмертный, но Бабаев играет на Подгузова. И только потом уже на нашего крайнего защитника передача последовала. И угловой. Как финальная точка этой атаки, а может быть начальная чего-то большего. Но вот в течение следующих 20 секунд, которые остались до конца первого тайма, мы с вами об этом узнаем. Угловой будет подавать Семен Локтионов. Но тут слева удобно. Подача. Донсков, удар поворотом. Добивание будет ли? Опасно, где мяч? Локтионов слева. И куда же это был? Удар направлен. Первый тайм завершён, друзья. Но на мажор и ноте, так скажем. Динамоцы имели отличный шанс отличиться и забить в раздевалку. К сожалению, этого не произошло. Надеемся, что произойдёт и не раз в тайме под номером 2. Перерыв. По фамилии понял? Взобновляется игра в Новогорске Динамо ЦСКА. 2004 года рождения. После первого тайма 0-0. И вторая половина начинается на сфоба. В центре круга не очень много моментов. Были отрезки, где активнее были динамоцы. Потом не большое преимущество на протяжении нескольких минут имели армейцы. И сейчас идут вперёд, проводят свою острую атаку и бьют по воротам. У гостя наносил удар Михаил Кривек. Активное начало. Будем надеяться, что чуть более открытой игра у нас будет во втором тайме. Голы мы любим, по голам мы соскучились уже за полтора тайма уж точно. Напомню о стартовых составах. Играющий сегодня клубов начнём с хозяев. Состав Динамо Москва. А составе ЦСКА после этого стандарта, тем более здесь может возникнуть момент, если не организованно себя проявит в обороне бело-голубые. Что насчёт контратаки Бабаев. Его ускорение. Ушёл от одного, второго. Тащит мяч дальше. И нужно отдать уже вовремя передачу Бабаев. Открывался перед ним Олег Донсков. Но Бабаев вот как раз-таки спасом. Прометно. Нужно было расстаться с мячом чуть пораньше. Переходим к составу ЦСКА. Хотя снова Динамо вынуждают меня немного притормозить с этим. И побуждают сразу же продолжить. Продолж. Вадим Цветков. Голкипер ЦСКА. Далее полевые футболисты. Тимур Осаям. Пятый. Ярослав Доля. Одиннадцать. Алексей Дорошенко. Девятый. Андрей Коньков. Второй. Михаил Кривенко. Шестой. Артур Кусков. Седьмой. Матвей Лукин. Третий. Капитан команды. Неспешен. Четвертый. Макар Пестов. Десятый. Егор Шеверев. Под восьмым номером. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА. Максим Эдуардович Копов. Все формально соблюдены. Никаких замен. Пока что у нас матч не было. Так что продолжаем наблюдать за футбольными баталиями и внимательно следить за кем же в эти минуты преимущества. Побольше своей части. Играем как и в начале первого тайма, в начале второго абсолютно рано. Ну вот единственное, что Динамовцы, видимо, изобрали тактику введения своих атак на контур. На контур пространстве и проведение именно контур-атак, что, наверное, судит им большего успеха, особенно если вспомнить игру на стадионе «Октябрь». Там практически все свои голы, а Динамовцы в той встрече забили аж пять мячей. Тропичный полотник Алексеевича Алпатова отправили в сетку поворот ЦСКА после атакной пространства. Практически все. Бабаев. Падение. Пол. Пол. Ну так, для формальности ради поспорил. Защитник ЦСКА Андрей Коньков. И даже если там пола не было, скорее всего, в болельщике ЦСКА этого не увидят, так как я закрыл камеру листочек. Оттуда. Движение. 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 Арбитр увидел именно так. У Леви Бабаев. У мяча. Подает штрафную. Хорошая подача. Ильон Зендензаль. Не получается у него удар, хотя никто не накрывал нашего центрального защитника. Не забил. Возвращайся теперь уже назад. Хотя, если бы забил, тоже, наверное, бы ускорился. Но по другому случаю. Стандарт – это шаг для динамовцев в этом матче. И, к сожалению, стоит констатировать, что чуть ли не самый главный шаг. Мало что получать с позиционного падения, а на контратаках подводят иной раз исполнительское мастерство. Не очень. Если честно, понравилась игра под Гузова в первом тайме. Может быть, во втором что-то изменится. И сразу же после окончания первого тайма Алпатов его не поменял. Иначе даешь шанс править себя и сейчас. Игрока нового для этого состава всего лишь второй матч для двадцатки Динам. Атаке армейцы. Будет из-за боковой бросать мяч Тимур Осаян. Андрюс, что за центр? Храйний защитник ЦСКА. Генка. Кто первый на подборе? Донсков. Правая в контратаку. Донсков. Андрей, ты? Бабаев. Нет, ЦСКА впереди оказался. А там Локтионов. Атаку развил. Донсков. Прострел низом. Здесь может опасно произойти. Локтионов. Удар. Противоход вратарю. И браво Цветков, успевший выставить ногу. Супер момент. Не забивают динамовцы. И крики на трибуне. Тому свидетельства. Да. Такие шансы нужно реализовывать. Пытаться воплощать голы. Самый опасный, наверное, момент в сегодняшнем матче. Еще одна подача в сторону того же Локтионова. Двигай! 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 Наверное, явно сожалеет, что в таком важном матче ему не было осуждено открыть счет. Один! Двигай! В любом случае. Дыра. В центре поля. Донсков встречает, но уже явно подуставший. Недавно такой рывок совершил он по левому флангу. Вперед! Обыгран Рухмаков. Падает Донсков. Прострел угловой. Теперь уже у ворот Динамо будет стандарт. Возможно, у ворот Динамо будет опасно. Игрок ЦСКА видим мы за пределами поля. Но все-таки положение лежа находится. Поэтому, безусловно, врачи должны ему помощь оказать. Камер Шолд. Телли. Пусть метр от них, чуть-чуть метр от них. Чуть-чуть метр от них, чуть-чуть метр от них. Ближе к своих ворот. Камер Шолд. Камер Шолд. Все с ним в порядке, да? Судя по всему, на поле вернулся. К сожалению, я номер не увидел. Так, а угловой будет подавать Макар Пестов. Десятка ЦСКА. Поднимает руку. Подача на ближнюю штангу. Сам Пестов мяч подхватывает и еще одна попытка подать. От него с левой ноги и отворот Дениса Давыдова. Динамовцев стало что-то впереди появляться. Очень красивая атака. И Подгузов не сплоховал в решающий момент. Покатил. На Локтилонова, когда тот в удобной позиции находился. Боже ж ты мой. Так Асамов был. Не берусь судить, не заметил сразу, кто же практически такой оригинальный автогол забил. Угловой. Хотя, возможно, Денис Давыдов успевал бы накрыть этот удар от своего. Даже углового бы не было. Но мяч прошел рядом со штангой. На сей раз противоположного фланга. Подают армейцы Москвы. На уровне 11-метровой. Скидка опасная. Еще одна подача. И Денис Давыдов. Перев, перев, перев. Первый за него страховка. Ответь. Применьшаем мы громкость. Давай, стука, Сау. Звука. Следим за тем, что придумают Динамовцы. Возможно, снова придется голос повысить. Подгузов. Подгузов. Локтионов. Донсков. Может бить с правой ноги. Но удар явно неподготовленный. Насколько остается за Касабовым. Но армейцы, как они организованно успели вернуть на оборону. Диву даешься. Уже все здесь за линией мяча. За исключением восьмого номера Шевелева. Бессмертный. Стенка с локтионовым. Бессмертный. Подгузов. Пятка играет. Вот. Парень и красоту умеет делать. Не всегда к месту, правда. Он же атаку армейцев не получает. Но Динамовцы, в том числе, используя какие-то красивые приемы в построении своих атаках, заставляют ошибаться футболистов Циска. Смущает тем самым. Подгузов потихонечку вписывается в общую картину игры. Хочется уже поскорее гол увидеть. Ворота к Вадиму Цветкову, если честно. Но до этого нужно еще, мне кажется, немного подождать. Станислав Бессмертный. Повалили желтые листья на газон. Значит, Тосин, друзья, началась. Могу только вас с этим поздравить. Качерка. Еще один аут в пользу Динамо. Ну что ж, такого территориального преимущества Циска, как в первом тайме сейчас, мы уже не видим. Игра выровнялась и даже с небольшим преимуществом именно хозяев проходит. Вот в эти минуты. Десять минут прошло. С момента свистка на второй тайм арбитра. Бессмертный. Иванов. Снова бессмертный. Пас на Касабова. Тот жестко ставит ногу. Мяч отлетает своему. Иванов. Опасная передача поперек поля. Могла закончить перехват, но не закончилась. Бабаев. Сделал передачу не точной. Практически в ту же точку, куда сам Бабаев прибежал. Мяч отскочил. Локсионов нарушил правила. Он у меня сейчас стал Цискаре. Это был арбитр, поэтому он дал продолжить игру таким церемонным жестом. Динамоцы вынуждены возвращаться и устраиваться в линию подачи. Но это подача... Довольно-таки элементарная для Дениса Давыдова. Он начинает свою атаку и низом играю Динамоцы. Даже не думаю через длинный пас выходить вперед. Ну и раз ошибаюсь. Ну, а, ну, согласитесь, понятно. Ярик ушел в центр. Ты сразу беги на пол. Вот таких ошибок да поменьше. Два в два проходит. Это атака армейцев. И Рухмаков ставит корпус и сам же свое помарку исправляет. Молодец. Тут уже ничего не скажешь. Ничего не попишешь. Задензаль успеет. Протопнуть мяч вперед. Вот успел на Иванова в стенку, красиво, и Задензаль побежал вперед. И этот защитник не будет останавливаться. И как же он расстроен, что у Люни Бабаев за мяч не зацепился. Вот эти эмоции, если честно, в Задензале я сейчас на себе почувствовал. Прочувствовал полностью. Танцков. Борьба уже, а не матч. На каждом участке поля. Это мы и любим футбол. Рухмаков. И игра тем самым раскрывает. От большого желания футболиста. А желание ведь не только удачные действия, но и ошибки. Кто справится с этим желанием лучше, тот сегодня победит. Абсолютно на три игра. На три результаты игра вернись. Иванов, слева Бабаев. Возможно, он в офсайде. Но он даже до мяча не успел добраться. Так что мы уже не узнаем, был ли Бабаев в офсайде или нет. Аутбой за армейского коллектива. Динаунцы поджимают здесь. На ближней от нас бровки. Совсем рядом сиедийство. Происходится скамейка запасных бело-голубых. Рухмаков выбивает мяч в сторону ворот Цветкова. Но здесь, да, был подгуза, был актеонов. Но как-то не с руки было прессинговать довольно-таки... Ответ! Хороший воротарец ССК. Ну, судя по сегодняшнему матчу, ошибок он не допускает. И выручил по-настоящему свою команду в моменте с ударом против Ваху. Ставят корпус подгузов. Активен он, может быть, не все получается в техническом асперте. Но вот играет, кажется, правильно. Системе. Каченко. А вот это было, наверное, зря. По сторону подгузова. Перехват. Заброс Локтионов в сторону Бабаева. Как активно сегодня в атаке действует Олег Донсков. Вообще, когда появился в команде Касабов, была введена более атакующая роль. Это касается Иванова. Вообще практически плеймейкер и на фланге выступает. Донсков роль Бушуева выполняет. Если вот по этому сезону судить, то вот на позиции как раз-таки атакующего такого центрального полузащитника наступал именно Бушуев. Сегодня, возможно, мы его на поле увидим. Остался Дмитрий в запасе. Не очень понравился, видимо, по игре со Спартаком 2. Иванов. Донсков. Нет, Локтион. Поэтому подача на Бабаева. Тому сложно зацепиться за мяч на втором этаже. Поэтому подождал Бабаев, когда мяч опустится. Пас на Донскова. Боряба Донсковым проиграна. Рухмаков. Быстрее! Не обработал должным образом сейчас Рухмаков мяч. И тот потерял 20 минут до окончания матча. До сих пор счет не открыт. Если посчитать все минуты, сколько мы здесь стоим. Игровые. Да, 60. Провели. Динамы фармей 2006 года рождения и 50 сейчас 2004. 110 минут без голов. Виза, ты, Виза, Виза! Это печаль. Ну, можно с другой стороны посмотреть, что не разу Динамо свечи не успели пропустить. А это, наоборот, для нас отрада. Куда уходит мяч? Вау! Он уходит в пользу Динамо. Блин, этот аут... Назначен. Подача! Луксиона! Своему счастью не поверил такое ощущение. Да и Цветков почему-то остался на линии ворот. Хотя, более логичный, казалось бы, выход. Вратаря на мяч. И тот, кстати, другой в итоге с ним не встретился. Именно с футбольным снарядом. Что? Леха, дай! Получит ли контратаку ЦСКА? Артур Кусков. Пошел в обыгрыш. Хорошо играет Донсков. Вообще, Гадонсков сегодня, наверное, второй игрок матча после Дениса Давыдова. Нету Подгузова офсайда. Есть в центре. В родной площади Бабай. Но Подгузов сразу туда пас не делает. Что дальше? Донсков будет ли бить? Нет, делает пас на Вахтеонова. Скидка Бабаева, пас на и... Гол! Первый мяч забивает за сегодняшний день у Льви Бабаев. И такой важный. За 18 минут до окончания встречи в поединке против ЦСКА. Ну, он дублем был отмечен в игре первого круга против этой же команды. Дебютировал за Динамо 2003 года рождения против этой же команды. Правда, там выступил не очень удачно. Ну, а сейчас получил скидку своевременную от своего партнера и открыл счет. Реализовал один на один. Реализовал в момент, что и требовалось. Один на! В пользу команды Динамо. В пользу Динамо. Ну, вот вытерпели тот натиск армейца в первом тайме Белоголубые. Во втором прибавили. И были вознаграждены. Сначала шанс не использовал Актионов, но со второй попытки своего Динамовца добить. Будет еще более интересно наблюдать за тем, как уменяется игра после изменения в счете. Подгузов не последнюю роль в этом взятии ворот взял. И с пол. В подборе футболиста Динамо. Ну, вот теперь при счете 1-0 у тех больше свободных зон, которых и так в достатке было, станет, возникает. Подгузов до мяча не добирается. Но там в любом случае была в сайт. Поэтому армейцы на коротке этот мяч побыстрее разыграют. Через центральную зону атакуют. Подача Ткаченко. Грамотный центральный защитник снимает вверх и вверх Ткаченко. И... Иди, не сдавай. Этот момент у ворот нашего голкипера заканчивается ничьей. Ткаченко. Не знает, куда сделать передачу. Но отдал на ближний, Анна Рухмакова. Идеть быстро в касание, исполняя Динамовца. Несмотря на то, что это их половина поля. Просто уже армейцы успели под... Нажать даже в этой зоне. Бабаев! На скорость обыграет. Он способен... Удар с правой ноги. Не ошибается Цветков. Тут только ошибка голкипера могла к чему-то более опасному привести. А что касается ввода в игру... Тут практически ошибка имела место. Быстро. Финансы поняли, что прессинг работает. В их исполнении... Подымается футболист Динамо. И только угловой. Неужели, по мнению арбитра, не было толчка с стороны Цветкова? Подходит сам пострадавший, а именно Подгузов главному арбитру объясняет ситуацию и пытается для себя, в первую очередь, понять, почему не 11-метровый. Вам что, жалко, что ли? Двойная замена в составе Динамо при счете 1-0, что удивительно. Но вот Павел Лосевич Алпатов умеет потрясти наше сознание. Угловой. Динамо совпадача на ближнюю штангу. Еще раз повторите-ка, пожалуйста. Снова Локтёнов. Попытает свою удачу. Так, а появятся у нас Голиков и Бушой. Оба футболиста атакующие, но, скорее всего, вместо атакующих же и выдох. Подача Локтёнова опасна! Рухмаков просто промокнулся мимо мяча. Скорее всего, уже, наверное, даже успел увидеть тот чужих вороток. Так, Подгузова меняет. Футболиста, который, ну, по сути, начал голевую атаку. И Иванова. Или нет? Нет, Подгузов остается. Семен Локтёнов поле покидает. Подгузова доверяет. Главный тренер. Казалось бы, все уже. Два минуты сочтены в этом матче. Так, а замена составит ССК. Выходит футболист под 14 номером Артём. Нет, не Артём. Имра. Однауров. Ну и занимает позицию. Достаточно низкоросный футболист. Нам ближний оснаст бровки, поэтому задинка и будет несложна. Хаченко. А вот пользуется ССК. Нервная ситуация для Динамца. В любом случае, несмотря на преимущество в счете, скорее всего, и за преимущество в счете. Потому что есть теперь что терять. Подгузов. Контр-атака. Динамо. Бабаев не рискнул сразу делать передачу на Голикова. А тот уже один на один мог выскакивать, если все прошло более чем успешно. Гол. Не прав от Бори Лукин. Но и динамоцы уже, видимо, не спеша передвигаются на чужую половину поля. Каченко. Тут и длинная передача. Имеет место в сторону Бабаева. Не прошедшие. Низа выходит. Из-под прессинга армейцы. И передача вперед. На забегание Алексея Дорошенко, который немного пропал во втором тайме. Что касается своей активности в этом матче. Левая нога, левая нога, Голик. Голик, Голик. Голик. Бегай, Голик, сам. Бегай, Голик. Подгудов. Попробует от Лукина убежать, но нет. Капитан себя пройти. Так просто не дает. Касабов. Подгудов и нет офсайда. Лежит Подгудов. Кому отдаст мяч? Обыгрывает соперника, идет дальше. И... К сожалению, так, а не иначе. Обидно даже. Динамоцев нога собрала в чужой штрафной площади. Контра-атак очень перспективной была. Касабов. Перехват на чужой половине поля. Снова Касабов. Пас на Подгудов обратно не делает. Бабаев. Теперь его скидка головой. Пришла благодарить партнера тем самым. Но Подгудов не откликнулся на эту передачу. Но будем надеяться, что атакующая сила Динамо будет сыгрываться с каждым матчем и становится все... Более организован. Но пока что нужно отбиться. Окружили армейцы. Страфную площадку Дениса Давыдова. Футболистов Динамо тут много, но их проходит... Кратно-синий и аут зарабатывают. Это аут здесь разыгрывают. Не спешат вступать в отбор Динамо. Цыру Хмаков может дать уйти мячу за лицевую линию. Спокойно, абсолютно. И этот момент не прочитали футболисты ЦСКА. Не стали прессинговать 19-го номера Динамо. Еще одна замена в составе Динамо Москва. Казалось бы, недавно основные футболисты почему-то сегодня. Многие в запасе. Остались и Голиков, и Бушуев. И теперь еще и Кожа. Выходит только за 10 минут до окончания встречи. На сей раз точно уже меняют именно под Гузова. Ну что ж, первый тайм не очень удачный. Во втором принял участие в голевой атаке. Неплохо себя предлагал впереди. Придемонстрировал неплохую скорость где-то. Дриблинг подкачал. Тем не менее, есть над чем работать. И есть за что похвалить. Это только вторая игра. В этом сезоне за Динамо 2004. В составе команды Динамо произошла замена. Поле покинул номер. Давай, давай. В игру вступил Миньев Синяев. И Кожан Маклев. Прессинг Динамовцев. Как здесь много наших футболистов. Кожан, первый его. Прием мяча, падение. Господин Сиди. Я вас умоляю. Я вас умоляю, господин Сиди. Атака ЦСКА. Не получилось обыграть за Дензали у Алексея Дорошенко. Но заработали армейцы Аут. Они вот Аутов сегодня, наверное, на матче 3 вперед заработали. Проходит. Болист Сиди Сиди с мячом вперед. И Давыдов безошибочно играть. Как сейчас неприятно было. О, ты стоишь вверх со временем. Оп. Кочевка. Иди, 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 иди. Отбой. Как полагается. Кожан. Нет. Последние минуты матча. Ситуация на поле ясна, как день. Армейцам нужно отыгрываться небольшими силами впереди. Но даже посмотрите, при такой ситуации футболисты Динамо продолжают спассинговать. И возможен отбор. В любую секунду Кожан его демонстрирует. Пас на Бабаева. У того нет овсайда. Немного отклеился он защитника, поэтому выбрался из положения вне игры. Бабаев. Просто на одной скорости готовый уйти от кого угодно. Подает. За ворот. К сожалению, за ворот. Цветкова. Ебран, страховка. Ебран, не выйдет. Все время за линии мяча. Все время находимся. Давай, давай, все. Снимай. Все, все, ниже. Снимай. Стеков. Бессмертный. Алексей Дорошенко Остался с мячом в поле Хотя тот практически именно мяч Вышел за его пределы То есть в поле Удар поворотом Давыдов Возможно это сейф матча Как же оставили совершенно одного Имрана Азнаурова и тот пробивал с левой ноги Противоход вратарю Вообщем момент немного похожий на тот Который возник у ворот Светкова В начале второго тайма Правда там Локтилонов бил нит Удар Лукина Но это уже не так опасно Для Давыдова Какой молодец Явный претендент на игрока матча Если бы такой приз вручался В нашем соревновании Бежать 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 Ближний штаб Время мяч играет Только дворот Динамсов здесь до остатки Куда выбил мяч Давыдов На чужую половину Донсков Рухмаков Бабаев Оп арбита решил что ушел так замена у нас вместо восьмого номера на поле выходит 15 до судя по всему адам акуев меняет центрального нападающего цска и скорее всего на позицию центральную подачу и вы за пять минут до конца снимать порода и не выпускать но согласитесь страна когда ты проигрываешь а вот пользуется иска бабаев голиков открывается бабаев он штрафной и можно выйти один на один идет дальше ульвий бабаев удары практически решает он все вопросы в этом матче немного выше пробил ворот армейского коллектива ульвий бабаев дубль бублина чем ответит армейцы конечно такие моменты обидно не забивать который сейчас бывает не реализовал главное все для себя создал танцков воликов царе здесь нет но ситуацию цветков прочитал выше всяких пока каченко дэдензай отбивается то один центральный защитник динамо то второе то и бессмертный готовы всегда в подкатит сыграть 67 минута завершается 1-0 пользу московского динамо аут еще один аут все это пользуются иска наверное уже даже о контратаках не приходится думать донсков промокнулся мимо мяча и сразу же мяч выбит на бабаева но вот быстро конечно защитник который играет против бабаева в эти минуты капитан лукин он убежать так просто не дает бушуев возможно опасно играет но пределок правил улья улья давай укин улья улья работа бабаев здесь с ним сел сел коньков скорей 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 торопятся армейцы и ошибаются в связи с этим бабаев уже того заваливали на газон но успел сделать передачу на бушуева бушуев на кожана мягкий может быть даже слишком мягкий пас не успевает смотри кожа на этот пас откликнуться а Клинцес это успел вот не добежал только палить нельзя говорят друг другу об этом футболисты Динамо полторы минуты до окончания встречи как правило а ко второму тайму арбитры ничего не добавляет Бабаев укина он здесь прессинговать не стал а говорится Динамо надпрос дождаться на мяч за лицевую вылет и Денису Давыдову прийти в себя посмотреть как его игроки впереди расставятся и выбить как можно дальше мяч на чужую половину поля думаю здесь экспертам быть не нужно чтобы все это понимать оно и происходит Бабаев не вступил в борьбу а здесь уже скорее всего вступит даже не в борьбу а с мячом встретил но тут же контроль на тему тратил Мкаченко аккуратней бессмертный как можно дальше вывел мяч и замену очень вовремя Павел Алексеевич Алпатов да так оно и нужно выйдет на поле Кузьминов да ребята номер вот-вот давай фэрплей меня вообще добивает что он вышел на минуту я ждусь и мужиками до конца вместо Бабаева да вместо автора единственного мяча пока что в этом матче выходит Кузьминов и сыграет совсем немного ну такие ситуации понятны замены были еще в активе у Динамо они ее воспользовались самый последний момент Кузьминов вот он и мяч получил и может атаку провести ей здесь футболисты Динамо вот армейцев не так чтобы много Бушуев выходит один на один может решать все 2-0 Дмитрий Бушуев спрашиваете зачем Кузьминов выходил вот гол создал парень празднует наверное уже не только этот забитый мяч а вместе с темой победы в сегодняшнем матче футболисты Динамо 2004 они одержали вторую победу над армейским коллективом в этом сезоне и может быть тем самым извинились перед своим болельщиками родителями близкими за поражение от Спартака 2 хотя мне до сих пор не понятно как вот такое может раз за разом происходить та встреча будет уроком будет уроком и это но более приятно во втором тайме динамомцы провели очень хороших матч и абсолютно справедливо победили с вами был Артем Фигуров с победой наши дорогие подписчики и отдавайтесь с нами впереди еще одна игра Динамо 2003 против ЦСКА 2003 у нас есть не только но и